Лук мой сегодняшний, прям вообще я мега звезда. Ну что, мы заезжаем в вторую центр Мега Оксай. Снова бриллианты Якутии, конечно же. Мы раз тут подъехали к бабуле. А еще скоро ко мне приедет швабра, которая пшикается. Девочки, в общем, поджарила я сырнички там у меня. Сегодня ко мне приедет Ленусик Хэппи, моя блондиночка, приедет с ночевкой. Ну что, девочки, дубль два. Здесь у нас уже куски, как видите, они прям такие здоровенькие. Доброе утро. Наш завтрак сегодня каша пшено с молочком и с сахаром дыньки слева. А у меня не только с молочком и с сахаром, но еще и от асайи я добавила. Асайи, порошок, полезный очень. Можно еще сюда даже еще чуть-чуть добавить. Там 7 льна, например. Сейчас я буду пробовать по нарастающей. Хочу полезный завтрак. Я худею, худею. Сегодня утром весилось 57 кг ровно. Обалдеть. Будем теперь стараться придерживаться правильного питания. Есть меньше жира. Ну, короче, все как на марафоне было. И ходить. Много ходить. Девочки, кто знает, вот почему от фильтрованной воды, вот мы в чайник добавляем только фильтрованную воду, вот эту вот, ну, которая у меня на раковине, да, аквафор. Самая последняя там модель хорошая. Вот от нее остается налет. Вот из-за этого мама мне еще сказала, вот из-за этого мы ее пить не хотим, вот эту воду. Может быть, то, что остается налет, из-за чего причина, из-за чего остается налет, может быть, это не так вредно, вот, но есть привкус у воды, который мне не нравится, который напоминает мне воду с крана, да. И вот, пожалуйста, налет на чайнике. Что можете сказать? Может быть, мне фильтр поменять, который без привкуса и в чайнике не оставляет налета. Расскажите, у кого какие фильтры стоят на раковине? Может, у меня плохой фильтр. Опачки, сегодняшний лучок вдохновил меня, вдохновила меня Ксения Бородина. Я не знаю, как у меня что-то там, где-то, то ли я сохранила, то ли не сохранила, не знаю. Короче, откуда-то показался такой лучок, но она там, единственное, не в кроссовках, а она там уже в этих казаках такие. Не казаки, а, короче, сапожки, полусапожки беленькие, тоже прекрасно сюда смотрятся. И, я думаю, кстати, казаки мои вот эти вот сюда идеально тоже будут, где они белые. Я их что, убрала? Убрала, представляете? Но они сюда классно будут. И вот эти мои бежевые классно будут. И туфли бежевые сюда классно будут. Ну, я решила в кроссовках, потому что я еду сейчас в торговый центр, и мне нужно ходить. И смотрите, как, мне кажется, сочетание классное. А, и у нее были еще тоже подвернуты рукавчики. Только у нее черное там торчало, а у меня вот светленькая. Короче, мне очень нравится. Лук мой сегодняшний. Прям вообще я мега-звезда. Мега-стиляга. Слушайте, ну я, как всегда, не рассчитала. На улице жарище, я одеваю пиджак. Ну, вчера было достаточно прохладненько так. Ну, достаточно, да, чтобы можно было в пиджаке пойти. И вот с моей квартиры, на самом деле, ощущается, что за окном пасмурно. Я не знаю, почему. Но мне все время как-то, видимо, у меня зашторено все. И как-то, знаете, в квартире не это, солнце не фигачит, все очень комфортно. Даже не нужно включать кондиционер. Комфортно прям конкретно. И мне иногда кажется, что из-за этого холодно на улице. Ну, все, разделась, Деньку раздела, и едем в торговый центр. А выбирать украшение. Ну что, мы заезжаем в торговый центр Мега-Аксай. И я снова обожаю понедельник. Просто захожу и сразу думаю, блин, мало людей, понедельник, какой кайф. Приехали с Данечкой первым делом, конечно же, покушать. Блинка у меня вообще-то дома поел хорошо сегодня. Он и кашку съел, пшенную, которую я и приготовила. И африкадельки поел. Молодец. Все как положено. Сейчас вот блинчик с сыром обалденный, блин. Я каждый раз, когда беру ему блин с сыром, думаю, что себе тоже надо брать блин с сыром. Но беру цызарь, потому что мне еще мяско хочется поесть. Давай аккуратненько кушай. Так, ну что, мои хорошие, мы пришли домой. Вот. Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Общаюсь с Люси на связи. Она там ролик вроде готовит с поездки. Интересно. Вот. Ой. Че я хочу? Че я хочу? Выпила бы, наверное, кофе без кофеина. Выпила бы. Или чайку. А я уже попылесосила. Денька, видите, имитирует пылесос. Это значит, я только попылесосила. Короче, какая-то вся такая... Прибраться надо чуть-чуть дома. А то Денька раскидал вещи. Ну что, моя хорошая, наконец-таки я нашла уголок для того, чтобы вам показать свои последние приобретения в Sunlight. Я так долго их ждала. Долго я уже их заказала даже в приложении. И, в общем, настал тот день, когда мне позвонили. Сказали, приезжайте, смотрите, выбирайте. Я наконец-таки определилась, что я хочу. И теперь могу вам показывать. Ну что, давайте посмотрим, что же я взяла. Итак, первая. Вот такая вот синяя коробочка. Сейчас, кстати, у них обновленные. У них также синие коробочки, но теперь синие бантики. В прошлый раз были белые, насколько вы помните. Открываем. Открываем. Снова огромный выбор. Снова огромный выбор. И я еще решила себе заказать, чтобы выбор стал еще больше. Еще и в приложении заказала. Так. Открываем. Синяя коробочка наша. Как вы знаете, в синей коробочке у нас бриллианты Якутии. Та-дам! Новое колечко! Та-дам! Почему я выбрала именно это колечко? Потому что мне кажется, что с ним я могу сочетать и другие кольца. То есть я люблю многослойность такую. Я люблю, когда несколько колец одеты на один палец. Вот. И поэтому, ну, в дальнейшем, то есть мне будет что покупать. Сюда можно будет и с россыпью бриллиантов что-то потоньше, например, или потолще, да. Просто без камней, например, если захочется. Или с одним каким-то бриллиантом. Будет очень хорошо в сочетании. И я вот выбрала именно вот такое. Кстати, на это колечко была очень хорошая скидка. Я напишу здесь, сколько оно стоило и за сколько я его взяла. Здесь у нас золото город Кострома. Российское производство. И Санлайт, насколько вы знаете, сотрудничает с самыми лучшими заводами российскими по производству золота. 585-я проба. Вес 1,14 грамм. 24 бриллиантика. Ну, давайте приступим к следующему. К следующему своему приобретению. Снова бриллианты Якутии, конечно же. Я их люблю. Это эксклюзив Санлайт. Открываем коробочку. Та-дам! Новая подвесочка. Да, девочки, эту подвеску я заказывала. На самом деле в магазине представлено очень много разнообразных подвесок, но еще больше представлено в приложении. И я взяла, заказала несколько подвесок, которые мне понравились, которых не было в магазине в наличии. Заказала их в удобный для меня магазин. И даже раньше положенного срока, то есть я заказывала на 8-е где-то число, а мне позвонили уже 6-го и сказали, все на месте, заказ ваш собран, можете приезжать. Я скорее же примчалась. И вот именно эта подвеска мне понравилась. Здесь у меня белое золото, 585-е пробы. Тоже город Кострома, российское золото. Это очень хорошо. Здесь у меня в серединке один покрупнее бриллиантик, и вокруг россыпь. Из 16 бриллиантов чуть-чуть поменьше. У всех бриллиантов 57 граней. Я решила обновить подвесочку, потому что захотела больше камней, чтобы больше светилось. Плюс еще здесь другая немного форма квадратненькая. Ну, в общем, мне понравилось. И буду я носить также на леске, чтобы просто вот так вот было аккуратненько одно украшение. Сейчас я одену на леску и покажу. Как красиво смотрится. И, кстати, эта подвесочка, она уже не будет переворачиваться. Она будет вот так вот висеть на такой вот петелечке. Такая подвеска, кстати, будет очень хорошо смотреться и на цепочке. Хочу напомнить, что при скачивании приложения, ссылку я оставлю на приложение под видео, кто еще не скачал, обязательно скачайте. Сейчас в Sunlight дают подарки. Очень классные, крутые подвески. Поэтому обязательно скачайте и получите подарок у продавца. Под видео я еще оставлю промо-код, который дает вам скидку 5%. Помимо тех прекрасных цен, которые еще имеются, вы сможете сделать себе дополнительную скидку. Поэтому обязательно проходите в инфобокс после видео и запишите промо-код. Разбирала сумки-пакеты и взяла себе еще банановый сплит, называется. Это кофе растворимый со вкусом банана и карамели. Понравилось мне. В Кантате тоже брала. Вот такой вот у меня чаек для женского здоровья. Травяной заварила. И вот такой вот у меня десерт. Покупала его в пятерочке. Обожаю этот настоящий штрудель с вишней. Сегодня ко мне приедет Ленусик Хэппи. Моя блондиночка приедет с ночевкой. Мне привезли матрасы. Кровать еще не привезли. Она еще там доедет пока там из Москвы. Я не знаю, откуда заказываю эту киевскую кровать. Но у меня два матраса, их можно сложить вместе и буду сейчас разбирать, подготавливать место, где они будут спать. Им будет очень комфортно. Матрасы хорошие, твердые, как у меня на кровати прям. Вот. И уже можно принимать гостей. Ленусик позвонила, говорит, хотим в гости. Я ура, приезжайте. Соответственно, я сразу думаю, что это хорошо, что вчера Даня приезжала, и я все поубирала к ее приходу. Так что мне здесь только пыль сверху еще пора тереть осталось. Хотя я с утра уже попылесосила. Это хорошо, что чистенько все. Но мне надо позаботиться о том, чтобы было чем угостить и покормить моих гостей. У меня есть фрикадельки, которые я вчера приготовила. Деньги их с удовольствием уплетают. Он сегодня съел одну большую фрикадельку. И вот там я ему еще вторую положила. Фрикадельку. Но мне кажется, он сейчас будет есть макароны, а фрикадельку уже не будет есть. Но одну съел, и хорошо. Фрикадельки хорошие, из чистой индейки, там ничего лишнего. И я счастлива, что ребенок начинает у меня есть мясо в каком-то виде хотя бы. Вот. Я сейчас хочу приготовить компотик, потому что я бы прямо сейчас захотела пить и думаю, блин, где компотик. Я беру сейчас вот такую кастрюльку. Как раз, я думаю, пока в гостях Лена будет у меня, мы выпьем всю эту кастрюльку. Набираю вот эту водичку, которая из фильтра. Но знаете что? Вот честно говоря, пить эту водичку мне не нравится. Она все-таки с каким-то привкусом, нежели если заказывать воду. Поэтому мне кажется, надо все-таки что-то придумать, что у меня будет, чтобы все-таки, наверное, продолжать заказывать воду. То есть, в чайнике, да, там, использовать эту воду можно для того, чтобы готовить. Вот. Кто знает, не знает. Вот у меня система Аквафор стоит здесь. Вот. Но пить, честно говоря, ну, лично у меня привкус какой-то во рту. И мне неприятно пить эту воду. Все-таки она не очищается так, как бутилированная. Я тут параллельно прохожу марафон блиновской отношения. И вот у меня уже закинула я алычу. Делаю компотик чистый из алычи. Закинула туда чайную ложечку сахарозаменителя. Алыча сама по себе такая кислая, да. И вот я хочу, чтобы он не сильно был сладкий. И главное, полезный. Можно было бы, чтобы его пить. Но не просто воду, а что-то вкусненькое. Зая, ну хватит крутиться, ну. Кися. Что ж это за ребенок такой. Так, еще хочу взять кофе. Я сейчас оставляю список, что я буду в магазине брать. Еще хочу взять этот кофе. Он мне очень нравится. То есть, я бывает делаю себе кофе, да, там добавляю что-нибудь. А бывает мне хочется прям растворимый с молочком. У меня сейчас закончилось молоко, все. Вот последнее обычное молоко я пью сегодня утром. Вот. И вот уже чуть-чуть осталось. Он с таким, знаете, отдушкой какой-то прикольный. Короче, я хочу еще взять такое. Это вконтакте я брала. Вот. Сейчас еще три минутки поварится. Я его выключаю. Он как раз к вечеру часов 8 где-то приедет. Лена. Он как раз остынет. Честно говоря, ломаю голову, что приготовить. Уже и маме сказала, сейчас еще с Таней. Может быть, сегодня встретимся тоже. Спрошу у нее, чтобы она посоветовала приготовить. То есть, на самом деле, у меня есть разные крупы. У меня есть гречка, рис, разные макароны, спагетти. Есть даже спагетти из гречневой муки. Вот. Я уже возьму все на сырники. Я хочу попробовать новый рецепт сырников. И, возможно, я сделаю к вечеру. Они такие будут у меня. Ну, один банан только туда будет входить. А, творог еще. Творог же тоже, он идет жирности определенной. Ну, короче, нет, сделаю сырники обычные. Не буду их сильно там. Муку использую необычную. Муку возьму, либо какую-нибудь там рисовую, например. Вот. Это приготовлю сырники. Может быть, они останутся еще и на утро. Нам потом позавтракать посмотрю. Вот. Это будет новый рецептик. А вот что на ужин приготовить, я не знаю. Ну, есть у меня фрикадельки. Сегодня на ночь... На ночь. Может быть, поужинаем фрикадельками и сделаю там гречку, например. Данька любит у меня гречку. Спрошу у Лены, что она любит. Гречку, рис приготовлю. Или макарошки. Вот. На ужин, в общем, будет что? И десертик, и такое все. И комфотик запьем. Завтра, возможно, тоже целый день у меня останутся. И надо чем-то накормить, пообедать. Короче, я ломаю голову, что мне купить, что мне завтра приготовить. Мама спросила, она говорит, я тоже все время ломаю голову, что мне приготовить. Именно мясное, вот я думаю, мясо. Надо выбрать мясо какое-то. Что и что с ним сделать. Короче, пока думаю. Зайки мои, ну что, я сейчас сняла презентацию для своей школы блогеров. Зацените. И, в общем-то, подавайте заявки. Все, кто хотел... Все, кто хотел попробовать себя в блогерстве, Кто вообще любит узнавать что-то новое И осваивать какие-то новые профессии. Кто уже является блогером и хочет прокачать себя. Добро пожаловать в мою школу с моей непосредственной поддержкой. В общем, вставляю сейчас презентацию И жду всех желающих в свою школу. Всем привет, с вами блогер Селена Свой. И мне очень приятно презентовать для вас свою школу блогеров. Я 5 лет занимаюсь блогингом и знаю, о чем говорю. Я структурировала все, что может быть интересно, полезно, информативно Для человека, который хочет попробовать себя в роли блогера. И тот, который уже является блогером и хочет прокачать свои навыки И, может быть, узнать какую-то новую полезную информацию. В моей школе вы узнаете от самых азов, Как начать зарегистрировать канал, С чего начать, что снимать, на что снимать, Как себя вести перед камерой, Какой должен быть фон, Как поставить правильно камеру и свет, Как распиарить свой канал как можно быстрее, Сколько зарабатывают блогеры, За счет чего они зарабатывают И какие возможности открывает блогерство. Я вам скажу на собственном опыте, Что я безумно счастлива, что нашла себя именно в этой деятельности. Потому что на самом деле границ в заработке И границ в достижении своих каких-то целей И реализации себя просто безграничны. Благодаря блогерству вы можете развиваться абсолютно в разных сферах. И именно блогерство, введение своего канала вам в этом отлично поможет. На пути к достижению, к своим целям. Что я предлагаю в своей школе блогеров? Я сделала максимально все легко и доступно, Чтобы вы могли пройти этот курс легко и просто, быстро, понятно, Без всяких замысловатых слов и каких-то, не знаю, супер стильных заданий. Но все равно задания вам какие-то придется сделать, Где вы реально сможете попробовать себя и понять, Вообще подходит вам это или нет. Мой курс состоит из нескольких разделов и подается в видеоформате. Конечно, я же видеоблогер, как по-другому. Также я расскажу, в какой программе я работаю, Покажу наглядно, как я это делаю, Как я делаю обложки для своих видео, Расскажу какие-то свои секретики и лайфхаки, И дам полезные ссылочки. И чтобы для вас процесс еще больше упростился, Чтобы вас вдохновить, Чтобы ответить вам на все интересующие вас вопросы, Я решила к этому курсу добавить и свою поддержку, Которая составит ровно две недели. То есть, приобретая мой курс «Школы блогеров», Вы еще также будете со мной на связи ровно две недели. Курс пройти вы сможете очень быстро И уже приступить к практическим занятиям. И думаю, вам будет необходима, Очень полезна моя непосредственная поддержка. Поэтому ровно на две недели Я буду вас вести, отвечать на все ваши вопросы, Индивидуально подсказывать, Давать обратную связь на ваши видео, На ваши задания. И вы сможете тем самым, Просто за короткое время, Такой экспресс-курс, считай, да, С моим видением вы сможете за короткое время Просто узнать о блогерстве все И попробовать себя. Мой курс будет стоить пять с половиной тысяч. Но так как я его запускаю, Естественно, для первых своих учеников Я сделаю скидку. И курс будет стоить всего 3 800. Если вы давно хотели попробовать себя в блогинге, А может быть, вы уже являетесь блогером, Но чего-то не хватает вам, Не хватает знаний и практики, И, может быть, опыта Любимого успешного блогера, То я рекомендую вам присоединиться К моей школе блогеров И прокачать себя и свой канал Благодаря моему опыту. Все заявки принимаются Либо на почту, Либо в директ в мой инстаграм. Все полезные ссылки под видео. Я жду вас в своей школе блогеров. Ну что, мои хорошие, Я продолжаю рубрику. Ношу оставшиеся 80%, Которые обычно лежат, А 20% постоянно моих вещей Я их, ну, как бы, игнорирую. То, что я ношу часто, Я игнорирую и стараюсь Из гардероба каждый день Доставать что-нибудь то, Что я не ношу. И вот сегодня я решила Наконец-таки одеть эту юбку. Она мне очень нравится, Но она лежала, Я все не знала, как к ней подойти. И сегодня я тоже подбирала, Что же под нее все-таки лучше надеть. И выбрала такую нейтральную, Совершенно нейтральную. По цвету сочетается с белыми горошинами. Сердечко такое непросто. Кстати, не все футболки под нее подходят, Даже беленькие такие. Вот это вот идеально сюда встало. Кроссовочки. Мне кажется, супер, да? Такие часики. Это же я показала уже, да, вам сегодня. И мой рюкзачок. По-моему, вообще гармонирует по цветам все. Супер-пупер. Я себя чувствую классно. Мы идем в магазин, Поэтому мне не нужно было сильно вырезаться. Вырезаться. Вырежаться. Мне нужно было что-то такое вот удобненькое, да? И в то же самое время новенькое, красивенькое. Я рада, что нашла применение, наконец-таки, этой юбки. Понимаю, что я ее никому не отдам. Она мне очень нравится. Она классная. Вот. Сегодня я буду разбирать еще вот эту комнату. У меня здесь небольшой бардак. Сегодня останутся здесь Лена с Маруськой. Я расстелю вот так вот, ну, расстелю матрасы, расчехлю их и застелю. Вот. А это все уберу, короче. Сейчас нам надо пойти в магазин для того, чтобы я купила и накормила чем-то моих гостей, да? Потому что ничего в доме нет уже нормального, путного. Все. Выходим, котик? Да. А я, смотрите. Мы раз тут подъехали к бабуле. На, бабуля, фаберлик свой. А тут Настюля гуляет. И Денька увидела ее, говорит, Настена, мама, открывай. Куда идете? Мы сейчас в магазин едем за продуктами. К нам сегодня гости приедут, надо что-нибудь приготовить. Понял, что домашнего. Спасибо. Весь всякий добавок. Спасибо, спасибо. Виноградик нам из деревни. Ой, вкусно. Спасибо. В последнее время нам не удавалось захватить эти машинки, но сейчас мы захватили. Денька счастлив. С удовольствием со мной будет в магазин уходить с машинкой. Все, я сейчас по списку все буду брать. Ну что, я не могу. Я, как всегда, зашла в магазин и просто не смогла остановиться и взять вот все четко по списку. Хотя у меня даже четко по списку было бы два больших пакета. Но я взяла еще больше. Ты знаете, молоко я же не одно беру. Я три беру, там, воду. Вдруг я решила дыньку взять еще. Вдруг я решила еще помимо риса еще там какое-то пшено взять в пакетиках. Мне очень понравилось варить. Короче, три огромных пакета. Из них один очень тяжелый, там, с мясом совсем. Короче, на моем втором канале, наконец-таки, покупка ленты. Я сейчас приду и сразу все распакую. И вам покажу, что взяла. На 4,5 тысячи, по-моему. Точно не помню. 4 с чем-то. Вот. Так что, кому интересно, все распаковочки у меня на втором канале. Так, вот такие два пакета. Фу, два, три пакета. Раз, два, три. Это у нас Фаберлик. Все дела. Кстати, классный лук. Мне было в нем очень комфортно. И приятно находиться сегодня. Милаша. Леночка уже позвонила, сказала, что через, что уже выезжает. И я думаю, что где-то через 20-25 минут будут. Я домываю полы. И все у меня готово на сырнике. Захотят? Нет. Сейчас буду готовить. Если что, быстренько. Новые сырнички. А, ты чувствуешь. Мою полы. Вчера было полы. Вчера Таня в гостях была. Сегодня Лена. Я каждый день намываю полы. Когда бы еще я это делала? А еще скоро ко мне приедет швабра, которая пшикается. Пшикается. А, вот даже, кстати, тут я помыла полы тоже. И вот там, думаю, постелю леночек. Вот так вот. Думаю, будет комфортно. Полики чистые. Попылесосила, помыла. Так, осталась прихожка. Мне уже устала. Так, ну что. Подстелила, короче, под матрасы я плед. Вот, потому что все равно, блин, мой не мой, полы тут намывай. Нет, нет, пыль какая-то остается. И чтобы матрасы не пачкались, короче, я их постелила на плед. Сейчас сверху, думаю, еще постелить плед, наверное, чтобы вот это сравнять. Вот, и уже потом постельное белье постелю. Господи! Я, наверное, так дню рождения к своему не готовилась, как готовлюсь сейчас к встрече и Тане вчера, и сегодня Лены. И самое интересное, что просто вот я пришла, девочки, сняла это видео, и все, я просто вот так вот, раз, и все. И я здесь подбираю, тут мою, тут пылесосю, тут это. Я спину еще не разгинала. И только я уже, казалось бы, закончила, только закончила, и Милка тут обосралась, блин. И только снимать видео собирать, так и они сейчас уже на пороге заходят, тут говнищем вонят. О, ну опять. Короче, я не знаю, все ли я предусмотрела. Короче, вот постелила леночек вот здесь. Вот такая вот их будет встречать. Розовая идиллия. Красиво так, чтобы им понравилось. Вот так вот так. Вот так вот, вот так вот. Да? Что-нибудь, что-нибудь вот так вот. Красивенько сделать. Вот так вот, раз. Так, два. Тут вот так вот покровалка, да? Полотенчика я им приготовила. Вот. Занавес какая-то туда не становится, поэтому я ее так закатила. Тут небольшой у меня, конечно, бардак, вещи для съемки, там, то, все, наглажку. Тут чуть-чуть спрятала. Но уголок, главное, сформировала. Я думаю, здесь им будет комфортно. Главное, матрас охренительно классный, жесткий. Как я люблю, понимаете? Чуть ли не на полу, но только не твердо, а прям вот как надо. Комфортно. Кстати, дайте-ка я попробую полежать на нем. Ой, балдеж, боже. Я обожаю твердые матрасы. Так, все, жду. Сейчас муж ее привезет. Спокойной ночи уже. Фу, боже, я хочу отдохнуть. Мамочка, 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 мамочка. Да не убей мать, пожалуйста. Мамочка, мамочка. Ма, мамочка, чка, чка, чка. Так, что у нас на повестке дня? На повестке дня сырники планируются. Но я сейчас посмотрю, что захочет Лена. Может, она захочет сырники на завтра. А я, да слушай, я мою-мою, тру-тру, да все равно какие-то пятнышки. Господи ж ты, боже мой. То там пятно увижу, то там пятно. Хочу, чтобы все было идеально. Апельсички вот накупить. Доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись. Мы с Ленок легли поздно. Начало пятого. Проснулись. Лена в 8 утра проснулась с малой. А я проснулась в пол-одиннадцатого. Да, потому что я не могла просто проснуться. Вот мы вышли. Сейчас сделала кофейку. И сейчас буду делать сырники. Мы решили, вчера Лена была не голодная. Не хотела ничего. Сейчас сегодня сделала сырники. Попробую первый раз. Я, по-моему, один раз в своей жизни делала сырники, которые развалились. Но сейчас я посмотрела рецепты. Вот. И попробую. Короче, у меня здесь творог один вот такой вот. Один вот такой вот. Мягкий. Я их сейчас перемешаю. Добавлю одно яйцо. Один банан. Ну, потом там сахар. Там ванильный сахар. Перемешаю. Все, поджарю. Потом в духовку. Вот. Ленок. Доброе утро. Дейна, что ты это... Что ты гудишь? Кстати, кстати, кстати. Сегодня Маша выбрала, где она будет спать. Так что мы местами поменялись. Девочки спали у меня в комнате, а я у них. И мне, кстати, я заценила матрасы. Они обалденные. Я спала как убитая. И Денька вообще тоже вырубился сразу. Короче, в той комнате классно поспали. Единственное, я забыла, что я занавеску не повесила. Вот, смотрите. И ночью я ее прибивала. Ну, занавеску. Занавеску прибивала. Ну, короче, простынку ночью, девочки. Где-то в 3 часа ночи я прибила тихонько, чтобы вот солнце не било сюда. Короче, кайф. Здесь было кайф. Так, бананчик порезала. Я смотрю, что я не могу его вилочкой размять. Он не такой мягкий, как хотелось бы. Поэтому я его сейчас в блендере зафигачу. Чтобы он растворился у меня в сырниках. Не были крупные куски, чтобы. Кстати, девочки, рецепт я подглядела у своей знакомой. Она вот восхищалась сырниками своими. Я думаю, дай повторю. Так, сейчас я делаю полторы ложечки кокосового сахара. Так, и ванильного сахара немного добавляю. Девочки, в общем, поджарила я сырнички. Там у меня половина получилась вроде ничего. Вторая половина чуть-чуть так себе. Короче, чуть-чуть подгорели некоторые. Вот, 5 минут поставила. Включила. Прерывная конвекция, что ли, круговая. Что-то такое. В общем, вон они. Видно хорошо их. Через 5 минут попикает. Мы вышли в Витрюган с Денькой. На велике в коем-то веке покататься. Поехали, поехали. А то стоит велик, что-то уже летом покатается, и мы не катаемся. Давай, давай. На улице тепло, но ветер. Мы вышли прогуляться на улицу и попали сразу под дождь. Буквально вышли, 10 минут походили и под дождь попали. Вот, короче, сырники мы попробовали. Честно говоря, мне рецептик не очень понравился, потому что они что-то разваливались. Мне больше нравятся такие просто взбитенькие, чтобы они были тверденькие. Я думаю, что можно было бы замешать туда муки побольше, да, и прямо уже сформировать конкретные неразваливающиеся сырники. Вот мне такие больше нравятся. Вот. Мне вот очень нравятся в икеи сырники. Обалденные. Вот так бы вот замутить тоже, вот как они делают. Вот. Ну, короче, будем еще экспериментировать. Ну, они вкусные на самом деле были. Еще они немного мне показались кисловатые. Возможно, это было из-за банана. Может быть, банан там как-то и не нужен. Ну, может быть, сахара надо было больше. Ну, короче, не знаю. Мне не зашли. Вот. Буду еще экспериментировать с рецептами. Что еще хотела сказать? А, сейчас придем домой. Ну, мы перекусили так бутербродиками, там, фрикадельки вчерашние ели. Сейчас придем домой, и я хочу приготовить мясо, пожарить. Уже реально меньше его обжаривать. В общем, тоже покажу, потому что это буквально 5 минут готовится мясо. И я надеюсь, оно получится прям вкусное. Я хочу с кровью прям стейк. Он потолще, чем тот, который мы готовили с мамой. Вот. Надеюсь, он будет вкусный. И гарнир, не знаю, либо мы с овощами просто поедим, либо рис приготовим. Что-нибудь сейчас спрошу у Лены, что она будет. Она там за малыми следит. Мы пофоткались уже, у нас фотки такие классные. Вот. И сегодня, кстати, сон. Сон свой по часам смотрела. Я, оказывается, так мало спылю. Глубоко. Глубокий сон у меня, ну, как бы низкий. И вот там был написан совет, что походите, погуляйте. Там два часа, чтобы был более глубокий сон. Чтобы не было нехватки витамина D. Что-то такое. Солнечных лучей там, что-то такое. Ну, короче, вот гуляем. Вот. Все спокойно. Краситься сегодня я не хотела. Вырядилась сегодня. Опять же, я практикую вот этот вот 80% из гардероба. Пиджак. Сегодня прохладно немного, поэтому я пиджак одела. Вот эту вот свою кофточку. Ну, не суть важно. Джинсики серые. И впервые выгулила я свои лоферы. Обалденные. Мы как раз пофоткались, меня пофоткала. Ленок в инстаграме у меня будет фотка. На айфон фоткала. Блин, крутые фотки такие. Так, сейчас я буду готовить. Мы пришли с гулянки. Короче, пшено. Вот так в пакетиках. Посмотрим, что получится. Это деткам там деньги попробовать. Маше может будет. Ну, и я тоже хочу вообще узнать. Два сделаем пакетика. Вот. И сделала вот этот фермерский бычок. Антрекот. Пожарю. Надеюсь, он получится вкусным. Смотрите, как наша кашка взбухла. Я, наверное, вообще пшено, мне кажется, ни разу не варила в своей жизни. Но я, ну, как бы вареное ела. Я знаю, что оно взбухивает. И оно такое вот классненькое. Ну, мне прям интересно, какое оно на вкус получится. Сейчас я уже 5 минут осталась. Чуть-чуть повариться. Выточу маслице, добавлю. Прям попробую, мне интересно. Ну, что, девочки, дубль 2. Здесь у нас уже куски, как видите, они прям такие здоровенькие. Да? Посолила, поперчила с двух сторон. Все. Полежала у меня еще где-то минут 40 после холодильника. Мама где-то читала, что мясо, ну, перед тем, как вот делать стейки, оно должно полежать в комнатной температуре минут 40-час. Минут 40 лежала, оно уже комнатной температуры. Разогреваю сковородку. Буду делать на этой сковородке в этот раз. Вот, сейчас положу и постараюсь перевернуть вообще всего лишь 2 раза. Хочу, короче, стейк с кровью. Так, перевернула пока что только один раз. Сейчас чуть пожарится, и буду думать, что делать дальше. В общем, вот такая красота получилась. Посервировали. И сейчас буду угощать ленок и сама, и надеюсь, что это будет так же вкусно, как и выглядит. Девочки, я просто счастлива, что я уже приближаюсь к цели. Сейчас реально мясо очень вкусное. Оно вот, смотрите, прям вот идеальное. Очень режется. Мы сразу заметили, что очень хорошо режется. И ленок очень понравился. Да, ленок, как тебе? А, полнотехно. Я тоже так сделала. Вот. Ну, я вовремя позвонила мужу, и он сказал, все, хватит, выключай. Ну что, мои хорошие, все, провожаем. Машуня, пока. Пока, пылька. Спасибо за все. Спасибо, это я Машу. Классно, весело, да? Весело было. Весело было. Еще. А Машу поцелуешь? Это шапка. Пошел Машу целовать. Ой, она все. Пусти, пузи, пузички. Все, провожаем наших дорогих гостей. До свидания, гости дорогие, да? Все. Пока-пока. Ждем вас, гости еще. Ну что, вот так вот мы сегодня веселились. Леня сделал мне шляпу, говорит, шляпа, шляпа. Ой, крошечки мои. Я уже поговорила. Ой, кого я снимаю? Пообщалась с Люси. Сейчас буду садиться монтировать ролик. А может быть, дыньку сначала лучше уложить. Наверное, лучше его уложить. А еще я здесь вспомнила, что я дыню покупала. Вообще нам не удалось. Селиносик ее вместе. Она как-то дыню, я так поняла, не очень любит. Она ролик вот пронесла, мы его ели. А дынька, вот смотрите, обалденная. Она оранжевого цвета. Я делала обзор на втором канале своем. Показывала, как она называется, я не помню. Короче, она классная, обалденная. Вот это дынька. Я еще буду брать такую, мне понравилось. Я сейчас съела четверть. Еще на три раза мне дынька. Так, ну что, мои зайки, доброе утро. Я опять решила сделать сырнички, только уже немного по-другому. Значит, я взяла творог один. Я думаю, нам на двоих с дынькой нормально. Обезжиренный взяла. Хочу попробовать с ним. Он такой, одной массы. Добавлю сейчас одно яичко сюда. И овсяной муки, сахарозаменитель, ванилинчик может быть немного. И я думаю, что этого будет достаточно. Так, сюда мы добавили две столовые ложечки муки овсяной. Вот такая у меня овсяная мука. И немного чисто для аромата ванильный сахар. Сюда тоже чуть-чуть насыпала муки, чтобы обвалять еще. Сейчас сделаю веточки, поджарю их с двух сторон, а потом отправим в духовку. Ну что, очень легко сформировались, быстренько поджарились. Немножко вот не углядела один. Я его съем потом. Я их выложила, 6 штучек получилось. Сейчас разогреваю сковородку до 180 градусов. И 7 минут где-то я буду их запекать еще. Духовка у меня есть быстрый разогрев. Сейчас она мне маякнет. Все, потом поставлю. Поставлю на 7 минут и посмотрим. Вот такой быстрый завтрак. Кстати, посуду специально собираю, потому что она уже насобиралась со вчерашнего вечера. И я уже ее собираю, потому что понимаю, что сейчас кучу воды использую, пока вымою все. И думаю, сейчас приготовлю то-се. И уже закину в посудомойку, пусть сама все моет. А мы пойдем делами заниматься с Дэней. Так, ну что, вытащила из духовочки. Получилась вот такая красота. Они такие поднялись. Сейчас уже припустились немножечко. Я буду с вареньем. Дэнька вот такое у меня не ест. Она вообще не любит красные какие-то вещи. Ну, мало что красного ест. И зеленого тоже. Короче, он будет сырнички просто так. Ни сметаны, ничего он такого не любит. Идея пришла использовать творожок. Он же любит этот творожок детский. Вместо как бы сметанки получать. Так, мы вышли из дома сегодня. Сейчас я еду за посыл... Точнее, приехала на почту за своими посылочками. И сейчас еду такая и думаю, блин, как не люблю вот такое время дня. И вот дорога в такую сторону, когда вот ты едешь и просто тебе херачит со всей силы... О, Таня звонит. Может, она мне ноготочек бы починит. Так, за это время я уже успела получить посылки. Зайди в магазин, в пятерочку. Короче, я сейчас к Тане поеду, она мне ноготь. У меня ноготь сломался здесь. И она мне сейчас ноготочек это починит. Может быть, с Таней погуляем. Потом сейчас вечером пойдем на развивашки Деньки. Нашла там одно местечко. Хочу попробовать поводить его рядом с домом. Вот, потом поедем, может быть, погуляем, Таня предложила. Сейчас зашла в пятерочку. Ситуация такая произошла. Брала там фруктошки такие детские. Они были по акции. То есть там берешь 4 штуки. И, ну, то есть от 4 штук получается цена там маленькая. Я же и набрала по 4 штуки каждого вида. Приходим на кассу, она мне пробивает. Ну, как бы, я говорю, там получается акция. Я говорю, каждого вида по 4 штуки взяла. Она такая, нет, типа, это, ну, по старой цене. А должно быть там каждого на 10 рублей меньше, по-моему. Не на 10, на 6 рублей где-то меньше. Ну, когда берешь, получается, 12 штук. Короче, мне суть в том, что приходит администратор и говорит. Такая что-то пробивает, пробивает. Потом такая акция закончилась. А ценник висит. То есть я набрала, ходила с этим мешком, блин, фруктош. И я такая говорю, ну, раз у вас ценник есть, вы же должны продать по тому ценнику, который в магазине. Ну, и что, что акция закончилась. Ну, типа, надо следить, да. Но я этого не говорила, как бы. Но они сразу, вот мне что понравилось, пятерочки. Они сразу. То есть я, они пробили все. Я пробила все, поплатила. И они мне вернули разницу. Просто вернули разницу, ну, то есть скидочную. Раз висит ценник, значит, по этому ценнику нам должны продать. Вот насколько я просто помню, сколько смотрела всяких роликов и всего. Типа вот, ну, так. Так, напишите, сталкивался ли кто-нибудь с таким. И, ну, продавали ли вам товар по тому ценнику, который представлен на витрине. Что, мои хорошие, мы вернулись. Чую телефон где-то вибрировал. А, папочка, давай. Нет. Привет, пап. Сейчас перезвоню. Ой, сейчас перезвоню. Так вот. Ой, устала я что-то немножечко. Так, устала я немножечко. Пришли какие-то посылки. Сейчас распаковала. Еще пришел Василек. У меня там какое-то бомбезное, просто бомбезное постельное белье. Надо его будет застелить завтра. Привет, моя девочка. Окошечка пришла мамочку погладить, да? Мама устала. Сегодня ходили развивашки, значит, были у Денюшки. В принципе, неплохо так, да? Но мне хочется найти какие-то развивашки, чтобы они, знаете, вот тут в 50 минут 6 деток было... Не кричи, зайка. 50 минут было 6 деток, и как-то все было, знаете, вот как-то такое ощущение, что в какой-то спешке. Хотя, может быть, для детей. А наоборот, это хорошо, что, знаете, все сменяется. Тут раз мы потанцевали, а тут мы потанцевали, мы сейчас режем, лепим, а тут быстренько полепили, а теперь мы капаем там что-нибудь. А потом мы рисуем что-нибудь, а потом мы клеим что-нибудь, а потом мы опять танцуем. И вот так вот 50 минут просто нон-стоп, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Ну и немножко она не успевала, конечно же, там больше такие уже детки, такие, ну, в принципе, нашего возраста, да? Но все равно не все все успевали сделать. Мы вообще первый раз, два мальчика нас было, Дэнни и еще один мальчик, в первый раз были. Ну, в целом неплохо как бы освоиться, вот. Но я думаю еще посмотреть, мне не очень нравится район, где находится вот эта вот развивашка. Просто я вот еду там, это наша верхняя Александровка, в домах, и она, честно говоря, такая грустная. Вот в дома заезжаешь, и мне там становится грустно просто, печально. Там много деревьев, все такое, знаете, старое, старые качели, тротуары разбитые, дорога ужасная. Такая маленькая, узенькая, везде машины стоят, куча тупиков разных, блин, попробую там еще выйти. Ну, и знаете, много деревьев, мало света падает, и все такое, знаете, вот из моего детства. Короче, мне там вообще не понравилось, не хочется мне туда заезжать все время, в эти дома, чтобы вспоминать и каждый раз навевать на себя вот эти вот воспоминания вот с этим всем видом, да? С картинками приходят ассоциации, и все, и ты ничего не можешь поделать. И вроде бы у них же эта академия есть, только в другом месте немного, на Ленином. И я думаю, может быть, туда сходить, там чуть-чуть подороже. Вот, ну, вроде все то же самое. Ну, посмотрим, короче. По-моему, завтра, может быть, будет это дело, надо будет сходить, посмотреть, как там все это дело преподают, преподносят, а потом уже буду выбирать. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы подольше было, не 50 минут, а хотя бы 2 часа, чтобы, во-первых, можно было успеть отъехать, куда-нибудь дела какие-то поделать, да? Ну, и кажется, мне не так спешно будет все происходить, что если сели полепить, то полепили там минут 15-20 хотя бы, а не 5 минут, вот. Ну, как-то так. Сейчас, думаю, видосик снять. А, какой сейчас видосик снять? Не сейчас. Надо же накраситься, быть красивой, это завтра, значит. Сегодня не буду снимать. Вот. Не знаю, чаек себе, что ли, сделаю. Или, знаете, сейчас Деньку искупаю. У Тани сейчас была, съела кучу конфет всяких разных. Но вроде все равно иду на снижение по весу. Я сегодня ела всего лишь два раза за день. Сейчас искупаю Деньку и ряжу. Буду продолжать смотреть сериал, который я смотрю. Эйфория, вот этот вот, ну, не знаю. Пока что он мне очень туго заходит. Какой-то депрессивный сериал, на мой взгляд. Может быть, дальше раскачается. Скажу потом уже отзывы. Тем временем посудомоечку помыла, всю посуду моя хорошая. Сейчас я ее разложу, посуду все. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. У меня немного посуды было, но все равно приятно, что она чистая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok